Берем сепию и аккуратненько обводим глаза в кружки. Сразу делаем всегда два глаза, для чего? Чтобы сравнить и чтобы сохранить личность. Вот они приподнятые кончики, наружные кончики глаз, характер кошачий. Вот кошачий зрачок, причем этот зрачок может меняться, он может расшириться, стать круглым, может стать вытянутым, может совсем в ниточку превратиться. Сейчас обводим носик. У самой кошечки тоже есть такая обводка. Вот он ротик. Небольшой, спокойный ротик. Так, вот теперь у нас сепия. На кисточке мы делаем все темные удары по цвету, которые есть. насыщенный темный цвет. не надо бояться, надо кисточкой работать свободно, в разные стороны ее так, мазочки делать. И если что, подправим. Жизнь подправит. Глосатенькая такая. Так. Весь тень идет по низу хвоста. Немножко обозначаем направление. Тут у нас в этом направлении шерстка, конечно, у нас не какая-нибудь драная кошка, которая вся разлохмаченная, а шерстка должна быть помягче, поровнее, ближе прилегать к спине. Так. Здесь в каком направлении? Вот в каком направлении придет шерсть здесь? На ноге. Благодаря тому, что мы показываем направление шерсти, помимо того, что мы сделали переход от темного к светлому, еще и направление шерсти нам тоже подчеркивает форму. Так. Направление шерсти. Прямо как ствол березки у этой кошки ноги. Помните на стволе березки есть такие черные пятнышки? Почему они все разные? Так. Теперь направление шерсти на хвосте. хвост лежит. Мазки горизонтальные. Чем ниже, тем больше темного. Таким образом мы покажем, что хвост круглый. Не просто плоский какой-то, да? А кругленький. Вот он. Вот он. Пошел туда. В сторону. Направление шерсти меняем. Вот лапки. Уточняем. Черную под лапочкой делаем пропись. Так. Немножко вот здесь. Вот. Кстати, тут вот на лапке, на самой коленке есть. И тут шерстка немножко не так вот столбом. Да? А она чуть-чуть имеет проплешины такие. Потому что коленка сгибается у кошки. Вот она бежит. Сгибается коленка. Значит, вот она коленка. Вот. С этой стороны. Значит, мы ее потолще делаем. А сюда нога идет потоньше. А под коленкой какая-то чуть-чуть, она волнистая эта шерстка. И тоже обратим внимание вот на эту ногу. Вот она с этой стороны. Она у нас будет потуще. А, и даже видно. Вот она немножко. Вот так вот. Добавляем. Рисунок, может, тут он так и не сделан. Но когда уже вы взяли в руки кисть, вы этой кистью должны уточнить все детали. То, что, может быть, не замеченным осталось в рисунке, надо кисточкой выливить. Так. За вот этот вот участочек. Давайте-ка мы его сделаем таким, может быть, более нейтральным. А что нам делает цвет нейтральным? То, какой цвет мы можем употребить, чтобы удалить какую-нибудь форму. Сделать ее глубже. Конечно, голубой. Даже в таких местах мы должны соблюдать воздушную перспективу. Вот. Вот. Мы его этим голубоватым оттенком отделяем и удаляем. Так. Теперь мы вспомнили, что у нас еще есть... А, да. Уши. Ну, немножко добавим тут цвета. Кстати, и нос тоже близкого цвета. Согласитесь, тоже розовый. Так. Розовее. Ну, он еще, конечно, будет розовее, поэтому возьмем еще. Добавим прямо вот такого. Угу. Узы добавили. Во глубинах кошкиных ушей такие темно-розовые там части. Пока оставим, пускай сохнет. Наконец-то мы сейчас возьмемся с вами за нашу темперу. Что мы можем ей сделать? Прежде всего... Пробавим кисточку. У нее кисточка такая вот. Прежде всего... Давайте-ка смочим вот так немножко. Там положим в водичке. И она была влажнее. Или влажнее. Попробуем сделать шерстку. Добавим в белье кадмий желтый лимонный. Немножко оранжевого. Чуть-чуть, может быть, и голубого. У нас опять получается такой светловато-серебристо-желтый цвет. Еще вот это вот. Я бы этот цвет назвала бы сиеной. Не знаю тут, как он называется. Вот это... О, в акварели это точно сиена. Еще белил добавим. Вот, вот, вот уже что-то такое получается близкое к этой кошке. Сейчас будем рисовать немножко по верху. Добавлять мазки, которые опять-таки для нас служат способом выявления формы и характера этой кошки. То, чтобы наляпана была акварелью, где-то может быть неточность мазка, где-то поспешность, где-то наплыв. Это все исправляется темперой. Великое село белил. Как эти белилы смягчают переходы. А вот у нас блик чуть-чуть тут появился. Ну, это потом мы этим займемся. Вот у нас шерстка кошачья здесь. Вот она свешивается. Носик беленький. У нас, кстати, там еще и у этой кошки есть усы. Удивительной красы. Они не очень здорово видны, но все равно. Может быть, даже надо будет потом взять потоньше кисточку. Ну, вот на темную, например, сейчас мы их увидим. Видите? Вот эти вот места. Такие точечки тут. Растут усы, растут у кошки. Чуть-то темнее под глазом. Как вы думаете, художник рисует так, как есть на самом деле? Или как-то иначе? Это вообще сложные вопросы. Наверное, каждый художник во время обучения себе его задавал. Буду ли я вот сейчас вот делать так, как есть на самом деле? Или я как-то через свое понимание эту изменю, улучшу? Или найду такой подход, чтобы вот было бы нарисовано так, как я хочу, но в то же время получалось бы так, как есть на самом деле. Это, кстати говоря, самый сложный такой момент. Я вам скажу честно. Художник не рисует так, как есть на самом деле. Но все делает для того, чтобы работа его выглядела убедительно. И чтобы она производила впечатление, что нарисовано так, как есть на самом деле. Почему вот этот вопрос вот я сейчас задумалась? Что это такая, что за загадка? Ведь мы знаем, например, что в живописи можно нарисовать солнце. Но если мы посмотрим на солнце, ну посмотрим даже в течение, например, 15 секунд, то потом, оглянувшись на все остальное вокруг, мы увидим, что все остальное черное. Просто почернело. Потому что относительно солнечного света все остальное безнадежно темное. Просто темное до черноты. Даже самые светлые вещи. И тем не менее, художник идет на то, что он рисует солнце, и он рисует все, что вокруг. И вроде бы видно. И то, и это. Почему? Он применяет художественный прием. То, что находится наиболее близко к этому светлому, сверкающему объекту, к солнцу, он делает более темным. А то, что дальше, он делает светлее. Опять-таки, берет цвета, те, которые являются противоположными, контрастными. Применяет еще другие приемы. Применяет еще другие приемы. Каждый из них, конечно, в общем-то, может рассматриваться только в связи с конкретной картиной. Поэтому я сейчас не буду уже говорить про, что он там применяет. А сейчас вот, что такое кошка и как она есть на самом деле. Вот я так думаю, что человек, не обладающий художественным взглядом, он видит вот эту ее, ну, такую симпатичность, такая миленькая кошечка, шерстку гладенькую. Вот. И представляет себе, что из всего этого вот кошечка-то и состоит. На самом деле, а художник, который рисует все это, он учитывает, ага, так, голова, пропорции головы, какие они по отношению к телу, развита ли грудь, какие ноги, какого размера ноги по отношению к голове, что в каком месте изгибается спина. Спина вот у нас у кошки изгибается не в этом месте, а именно вот здесь. Даже если мы не видим лопаток, вот у кошки здесь лопатки, все равно художник, он чуть-чуть их намечает, потому что это форма фигуры этой кошки. она будет более динамичной, острой, если она отмечена, эта форма. А вот они, шерстки-то, и нарастают. А шерстка нам служит, оказывается, для того, чтобы опять-таки показать ее форму. Не для того, что, ах, как она мила, шерстка сама по себе. А вот посмотрите, в каком направлении здесь она вот такая. Мы можем, кстати, вот темпера хороша тем, что ее... Хороша она или плоха, но, в общем, вот такое ее свойство. Первый раз она пропадает, написал, сделал в мазочке, раз они исчезли. Второй раз она чуть-чуть усиливается, и только на третий раз вы получаете нужный мазок. Когда положили мазок в мазок уже, этот цвет. Значит, вот у нас идет шерстка в эту сторону, на спине она идет вот в эту сторону. Сейчас, мы тут прибавляем, тут кисточкой можно кончиком кисточки. Вот прямо берете, вот так вот, да, цвет набран, и кончик кисточки работает. В этом направлении, в этом, ну, где-то промазали, ничего страшного. Тем живописнее будет. Вот, уже тут достаточное наслоение идет цвета. Хвостик, как он там у нас, верхняя часть хвоста. Кстати, тут шерстка такая заметная. Можно даже сократить количество темного. Вот. И здесь у нас, ой, лохматые уши эти. Дополнительные здесь колосочки. И тут какие-то дополнительные точечки. Множество, множество всяких деталей. Благодаря, кстати, вот этим белилам, сейчас вот мы добавляем здесь светлого, нос выходит вперед. Вот. Помните, что у нас, вот, у кошачьей морды-то вот-вот про нее говорят кошачья морда. Что это такое? Это когда морда, вот, нос сортом выходит вперед. Ну, это, конечно, свойственно, кстати, не только кошкам. Так, здесь вот по характернее. Можно здесь немножко уже чего-то темненького добавить. Так, так. Кончиком кисточки, кстати, вот сейчас вот промою кисть и возьму все-таки акварель. Потому что так тонко темпера не берется. Только акварель. Вот. А для чего нам? А что вам показать вот эти вот точечки? Немножко обозначить усы. Они есть. Ну, не все они черные. Кое-где белые. Ну, парочка усишек есть и черненьких. Так, вот тут обозначить чуть-чуть поточнее. Ага, вот она. Так, здесь. Здесь. В общем, подходит к концу. Наша кошечка уже все. Скоро будет нарисованной. Чуть помягче. Вот это касание. Видите, оно вот получилось здесь жестковато. Давайте-ка вливаем белил. И вливаем вот по касанию. Немножко благодаря этому растушим эту вот. обводку, чтобы она была более плавной, более мягкой. Кошка такое существо. В ней нет никаких жестких вычерченных таких линий. Разве что по контуру она достаточно четкая. А внутри все ее формы, они обтекаемые. Вот, например, вокруг носа. рта. Как-то пасти, что ли. Так, а вот давайте-ка сделаем идти. Под подбородком. Немножко вот это утемнем. Не надо нам вот этих всех точек, чтобы они были прямо четкими такими веснушками. В сущности, когда мы смотрим на кошку, мы этих деталей даже не видим. Мы видим общее впечатление. И вот теперь в конце работы мы должны посмотреть на это общее впечатление, которое должно производить это кошка. И постараться сгладить то, что мы не видим при взгляде на кошку, при общем взгляде. Вот мы, например, не видим четко очень обрисовки вокруг глаз. Да, мы видим это все мягче. Значит, мы постараемся смягчить. И даже то, что мы видим, например, вот эти точечки. Ах, я посмотрела, я увидела. Да, они есть. Вот. Однако мы все равно смягчаем. Потому что на самом деле мы их так вот четко не видим. Кстати, у кошки довольно унылый вид. Что это делает? Что придает ей этот вид? Возможно, вот эти вот опущенные в уголки губ. Чуть-чуть прибавим. Чуть-чуть прибавим. У нее будет более добродушный вид. Так. Носик. Носик. Кстати, вот так вот как-то. Чуть-чуть еще здесь прибавим. Не забыли, что у нас тут блик светится? Маленький-маленький. Вот. Видите? И здесь тоже светится обличочек. И черненького тоже прибавим. Глаза-то сильно уделяются у кошки, конечно. Ух, эти кошкины глаза. Так. Сейчас что еще замечаем? Замечаем какую-то разницу между вот этой ногой и этой. В чем она эта разница? Да, эта нога идет на нас. Она вот так вот повернута. И она как-то выглядит толще-крупнее. А эта повернута боковой своей стороной. Так. Кажется, что чуть-чуть хочется эту сузить. А эту вот здесь вот по этому краю сделать более неровным. Ну, сами понимаете, нога сгибается в ту сторону. Значит, должна подминаться шерсть. Так. Прибавляем. Вот здесь вот темноты. Может быть, даже немножко голубоватый. Ух, так. Голубые были. Вот у нас голубые запачкались. Ничего. Так. Вот. И уже не мешает. Есть там это, нет этого. Но сделано для чего? Для того, чтобы пространство ушло. Голубой цвет. Есть два цвета, которые, можно сказать, ближе дальше сразу по ним. Это охра и ультрамарин. В акварели, в масле, других в пастели, может быть, да в пастели меньше. Но когда мы хотим что-то приблизить, мы берем больше охра, более теплый оттенок. А что-то удалить мы уже тут должны применить ультрамарин. Вот. Теперь вот у нас написано, это все шерстка темперой, да, написано. А мы берем сейчас и немножечко пролессируем сверху. Сверху. Видите? Темпера виднеется. Чуть-чуть. Все равно мазочек остается. И вот здесь вот. Для чего? Объединяем. Вот наша задача сейчас. Объединить. Нам не нужно, чтобы эта шерсть лезла. Нам нужна форма, чтобы она загнулась туда. А для этого, прежде всего, мы должны воспользоваться техникой лисировки. А лисировка, что это такое? Лисировка, это прозрачное, светлое, прозрачное, светлое нанесение мазков, объединяющих таких вот. Вот. Кстати, вот заметьте, есть такой художник Ренбрандт. Вы, конечно, его знаете. Великий художник, великий мастер лисировки. Когда он писал свои портреты, он обычно брал все очень белыми мазками. А потом сверху накладывал золотистые, охристые, красноватые лисировки. И вот этот белый цвет, он все равно сиял оттуда. Под этими прозрачными красками. Сейчас художники так не пишут, к сожалению. Редко можно найти художника, который писал бы прозрачно. Так, ну что ж, кот готов. Вот, немножко прибавим на хвосте у него, сделаем ему хвостик повеселее, порадостней. Все. 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 Все.